так сегодня я грудинку купил себе то есть я города не поехал приехали сюда к нам продавцы продавали свинину получилось вот такая вот грудинка ну вот такой толщины с мясом все тут значит не знаю тут сколько взял сколько есть и своим классическим засовом я хочу это все засолить то есть собственном соку перец чеснок лавровый лист все наверно это все перемешаются мы в эмалированную ведро у меня тут немного может пол ведерка выйдет может быть третья часть но где-то так в этом ведерке выйдет ну и сейчас засолим это все дело а потом уже готовая готовый продукт когда это все просолится я вам это все покажу расскажу ну и сам процесс давно потому что не солил же давайте это все дело порционно так это разделаем сейчас покажу он такая вот толщина не сильно жирная не сильно толстая ну вот как то вот так по запаху свежатиной пахнет у продавцов спросил они вроде сказали как бы накануне кололи но вот такая вот значит тут салата практически нету да ну вот что есть то есть в общем вот такими кусочками буду резать пока кидаю в тазик а потом уже буду это все он такими вот кусочками а потом уже это все буду как бы так обычно солить обваливать даже тут четко между косточки попались по моему да было девушка попалась от моих вырежем как бы мне не нужны до два ребра два ребрышка это нас на рогу уйдет вот такими кусочками делаю потому что сразу кусочек взять и кушать маленько мне камера трясется ну вот еще раз показываю вот такая вот она нормально пойдет пойдет чисто для засолки для себя я же как бы не на продажу да видите она как бы сиськами этот брюшинка вот это с боков брюхо беру в основном ее на засолку с брюхо сиськи вот эти с боков брюшинка грудинка называется ну вот это уже другой как бы брюшинка где сиськи вот как-то вот так вот пойдет-пойдет еще вот один кусочек остался в общем три куска было было три куска тут тоже косточка попадается тоже ребрышки надо убрать это как-то не с ребрами мне отдали не вырезана хорошо так здесь ну это я потом раздела эти косточки ну еще там кто-то у нас из этих которые слишком грамотные говорят печать убирай да ничего я не убираю вы не умрете от этой печати ребята плевать я хотел так что вот это все будут солиться без убирания этой печати солью это все разъедться которые городские так вы не ешьте а мы это все сидим сейчас я покажу какая кучка получилось ну вот вот такая вот кучка сейчас это все в эмалированном ведре засолю и окей будет так ну ребята чудом продолжаем до лавровый лист обыкновенно мелкий такой черный горький перец горошком буду пересыпать ну и чеснок наш домашний зимних сортов давайте его пошинкуем шинкую крупно не обязательно мелко шинковать потому что сало даст сок она будет собственном соку и чеснок он все на свою возьмем это когда предположим сухим засолом делаешь да когда не в соку не вчера тогда обычно выдавливают этот чеснок и натирают а тут просто рядами пересыпаешь он запах сок даст в тот значит сок который даст мясо себя возьмет это все так что мелко не обязательно подрезать из бы запах был чеснока ведь у меня начистки на 2 головки чеснока зимнего нашего который вырос в огороде как-то вот так сейчас я его нашинкую ну и будем слоями это все засадывать просто дома уже закончилось ну смысле я имею ду сало соленое тут привезли чуть ли не к дому по возможно чуть-чуть не купить подошел посмотрел вроде грудинка нормально купил на пуску к килограмма 4 не больше потому что кроме грудинки то я еще брал мясо сейчас еще мясо будут разделывать от костей обрабатывать поэтому как-то так таким большими кусочками мелко мне не надо хотя можно час еще и пошинковать и помельче уже он запах хорош уйдет чеснок ядреный ими ими сортух ну как так вот так можно еще пошинковать пойдет хватит давайте вам солить в общем чё делаем делаем соль я на дно эмалированной эмалированного ведра 10 литровые то все насыпаю я потом по вам покажу я просто час неудобно это все снимать бедре потом на дно и значит ложу несколько листочков лаврового листа сыплю немножко перца ну и чеснока тоже на дно потом значит беру что в общем вот эти вот кусочки это все на дно слаживаю вплотную и пересыпаю по новой ним не обваливаю ничего просто слаживаю вплотную сейчас как-то вам это дело покажу так как-то вам показать ну вот ведерко видите первый слой сейчас снова сверху соль лавровый лист чеснок и снова перец чеснока накидал лавровый листик и бросил и снова перчику и снова перчику сейчас покажу вот смотрите видно на сейчас второй слой также пойдет а потом это все будет давиться под гнет все тут у меня пересыпано сейчас снова ложим второй слой сало мяса потому что это в этом все давится будет она сок даст мясо-то она же сок даст и в собственно высоко это все будет томиться так что чеснок это все как говорится даст свой запах нам снова пересыпаю снова солью ну где мясо много где мясо много значит смотрите сами посоле и посоле потому что это сало она сколько ему надо она возьмет свое да его никогда не пересолишь чисто одно сало но здесь присутствует очень много мяса поэтому можете пересолить на это уже от опыта зависит вот еще один слой ложим сейчас я укладу это все и вам покажу просто мне неудобно это в камеру куда накладывать смотрите показывать вот так вот это уже почти пол ведра там еще мне осталось она куска 34 сейчас мы и доложим ну вот ребята получилось у меня пол ведра вот это я сейчас все удавлю руками положу сверху в тарелочку и камушек это все подгнет чтоб создала ой сок сок чтоб дала ну в процессе значит буду показывать там какой сок туда-сюда так ну вот хочу показать значит сутки прошли до мы и моей грудинки которую я засолил с чесночком вот открыл крышечку сразу пахнет чесноком приятный запах и вот видите он дал сок сок это дала мясо мясо и поэтому получается он у меня грудинка засаливается в собственном соку значит я здесь маленькая многовато насыпал соли чтобы вот это все хозяйство не пересолить я решил подержать всего 7 дней 7 дней начать я подержу и после этого начать достану кусочек нарежу вам покажу ну естественно если он просолился все за 7 дней то полностью все куски надо будет доставать в из ведра и морозилку потому что держать в таком соку как бы не рекомендую кровяном поэтому как бы так снимаем дальше а да ребята там еще хотел что сказать там первые файлы смотрел я очень тяжело дышу у меня дышка поэтому прощу про прошу прощения я просто второй день как после больничного меня выписали болел я целый месяц ковидом поэтому я еще не отошел дышать мне еще тяжело слабость и как бы вот так так что не обращайте внимание там как я дышу мне еще надо отходить и отходить от этого дела ладно снимаем дальше а и 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